В этом коротком ролике я расскажу, как отмыть пластиковый подоконник от любых загрязнений. Ржавчина, ручка, клей, пластилин, без разницы. Существует очень эффективный способ, которым я лично давно пользуюсь и с вами поделюсь. Понадобится нам обычная пищевая сода и любой гель для сантехники. У меня такой, но подойдет абсолютно любой. Сейчас расскажу, как действовать. У меня есть наглядный пример. Подоконник, который давно не мыли, видимо, со следами от горшков растений, фломастеров. Тут только пластилина не хватает, но он тоже отмывается этим способом. Смачиваю все обычной водой. И уже видно, что обычная вода не справляется. Посыпаю подоконник содой. Для реакции добавляю моющее средство. Оно начинает все пениться и брылить. Распределяю состав по пятнам. И немножко размазываю, чтобы средство начало действовать. И уже, наверное, видно, что пятна отступают. При этом подоконник, даже сам подоконник, со временем темнеет. А сода, так как обладает отбеливающими свойствами, делает его заметно белым, заметно таким свежим, новым. Продолжаем тереть. И буквально за 30 секунд пятна отступают. Теперь главное весь этот состав смыть несколько раз, просто чистой водой. И ваши подоконники, и не только подоконники, любые пластиковые изделия, теперь вы знаете, как отмыть, отчистить, от сложных загрязнений, будут сиять. Такой результат у меня получился. Сода отлично отмывает пластик, особенно в паре с моющим средством. Мой подоконник теперь как новый. Пишите, как вам способ, как вы отмываете подоконники. Все прочитаю, всем отвечу. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Субтитры сделал DimaTorzok